Доброе утро, мои хорошие! Утро начинается с обеда. Провозила своих родных, любимых. Все трое ушли на работу. Но моя работа дома. Так что вот, начинаем. Как видите, уже все здесь лежит на супчик. Нарезано, натерто. И уже сделала вот такие фрикадельки. Будет супчик с фрикадельками. Нарвала петрушечку уже, помыла. Так что будет очень вкусненький супчик с фрикадельками. Сегодня опять, как всегда, планирую очень много. С утра я еще, честно говоря, ничего не успела сделать. Кроме того, как застелить в постели. И просто вот так пройтись по дому. Посмотреть, что где лежит. Не там, не на местах. Еще не убиралась. Так что, ну, пыль ничего не протирала. Так что, я сижу на... Плотно села на вязание. Вяжу и вяжу. Главное сейчас, чтобы голодных не оставить своих любимых. А остальное, во время отдыха от вязания, буду быстро-быстро делать. Что нужно буду подотру, что нужно уберу, что нужно помою. Вот так начинается у нас день. Буду рада, если вы мне тоже будете писать. А как вы начинаете свой день? Для вас первое, что главное? Приготовить обед. Убрать дом. Или как? Например, у меня муж может вернуться в любой момент, в любую минуту. Из-за этого первое я всегда как стою. Главное, чтобы был дома обед. А как я его уже кладу на огонь, я уже спокойно сбоку начинаю, например, убираться по дому. Вот так что делитесь вы тоже, как у вас устроен день, чем вы занимаетесь. Ну вот обед приготовила. Сейчас варю кизиловое варенье для канала. Как будет, как кулинарный рецепт, отдельное видео. Так что у меня поздний кизил. И вот такая красота уже, как мне нравится. Сейчас я спущусь, покажу вам. Мужчины наши виноград подавили уже как следует. И он там уже начал бродить. Брожение пошло. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на первом пока этапе. А здесь буду ждать, пока закипит он как следует. Этот кизил наш. Он такой красивый. Уже цвет отдал воде, видите? Он крепкий-крепкий был. Очень крепкий. Но видите, все равно треснул. Я столько времени ждала, пока он станет хоть чуть мягче. Чтобы не был сухим в варенье. Я ненавижу, когда... Если из сухого кизила варить варенье, я не знаю, вы пробовали или нет. Оно получается, вот сами ягоды получаются такие нехорошие. Так что ждала, пока он созреет. Как-то так. Ну, давайте спущусь, покажу вам наше будущее вино. Вот, посмотрите, как это выглядит. Вчера уже вот помяли этот виноград. Они отделили от веточек. Все поштучно, чтобы ни одной гнилой там винограденьки не попало. Все это помяли. Вот так несколько пасут. И все это будет так лежать, киснуть. И процесс вам покажу. Видите, мошки собрались уже на вот такой запах. Так что будет вино. Буду вам показывать процессы нашего домашнего виноградного вина. Ну вот, приготовила суп уже, закончила. Посмотрите, какой красивый супчик у нас получился. Так что сегодня у нас будет опять жидкая. Погода уже у нас такая прохладная, приятная. И уже с удовольствием хочется вот так, хочется покушать супчиком. Ну, такие красивые у нас получились фрикадельки. И всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну вот, мои хорошие, посмотрите, какое варенье у нас получилось. Варенье сварила. Уже сняла для вот такой, как кулинарный рецепт. Так что завтра, надеюсь, уже помещу вот на свой канал этот рецепт. Если у кого такой же поздний кизил, как и у меня, пожалуйста, смотрите, готовьте. Может, кому-то будет полезно. Я буду только рада. Переделала все дела, как уже сказала. И сейчас бегу к парикмахеру. Должна постричься. Решила, как следует поменять свою вот прическу. Волосы, как следует, отросли. И сегодня мы приглашены на рождение, на юбилей моей заловки. Сегодня мы будем с вами отдыхать. Вот так. Так что день не провели. Вот как бы просто так. Много чего сделали. Успела. Даже сняла. Вот и влог сняла. И кулинарный рецепт. Так что, как говорится, скучать не приходится. Вот так. Так что давайте двигаемся дальше. Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы пришли на рождение. И вот смотрите, в каком красивом месте мы находимся. Посмотрите, это вот так. Во дворе ресторана. Очень красиво, с фонтанчиком. Вот такое красивое место. Вот мы раньше хотели сделать себе во дворе вот такую беседку. А потом, когда увидели, какое у нас пространство огромное получилось, просто было жалко делить вот на такой кусочек беседки. Вот, и сделали все-таки вот как у нас, вы видите, навес и отдельно мебель заказали. В общем, в такой красоте, в такой хорошей атмосфере. Сегодня мы будем веселиться, радоваться. И дай бог, чтобы всем всегда было только весело и радостно по жизни. Чтобы ни у кого не было никаких плохих новостей. С вами, как всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok